Во Фрунзенском районном суде впервые прошло заседание с участием коллегии присяжных заседателей. Напомним, летом в Уголовно-процессуальный кодекс внесли изменения, согласно которым суды районного уровня могут по ходатайству обвиняемого рассматривать дело с участием присяжных заседателей. Ранее это было возможно только в судах более высокой инстанции, начиная от областного. Коллегия присяжных заседателей районного уровня состоит из шести человек, а не из двенадцати. В остальном процедура вынесения решения такая же. Первое слушание в Иванове в новом формате прошло во Фрунзенском районном суде. По статье 105, так представленными государственным обвинителем в суде присяжных доказательствами, смогли убедить присяжных заседателей в виновности подозреваемого в совершении убийства, несмотря даже на то, что он строил свою позицию на том, что пытался построить свою позицию защиты на превышении пределов необходимой обороны. Вместе с тем, представленными, как я уже говорил, государственным обвинителем доказательствами, присяжные были убеждены, что действительно человек совершил умышленное убийство, в результате он был признан виновным, был вынесен обвинительный вердикт, и ему было назначено наказание в виде девяти лет восьми месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.